добрый день хочу записать вот это видео номер 300 под названием трансцендентная как ответ на беседу которую провели вчера вечером олег хомяк и олесь манюк и она называется высшее благо цивилизация украина и так далее но там трансцендентное ключевое понятие вот я хочу обсудить это понятие тезисы авторов и свою позицию по этому вопросу и так начало беседы вот какой что такое полиция спрашивают на лесь манюк ибо дает определение платона а полития это объединение людей в перспективе высшего блага ну и вопрос общего или высшего это хомяков уточняющий вопрос задает и тогда олесь отвечает если это общее благо то это бороться если это высшее благо то это цивилизация ну можно конечно посмотреть саму встречу это не трудно найти но я сделаю краткий пересказ потом анализ потом свою оценку значит они противопоставляют два подхода к жизни развития и выживания известно что социологи рассматривают такой анализ социологические установок конкретной конкретной страны конкретной эпохи сколько людей ориентирована на ценности развития и сколько на ценности выживания так что это не новое противопоставление но тут есть масса нового философского в этой конструкции во первых ценности развития объявляются равным тому что тут есть портал в трансцендентное то есть человек видит некий ход бесконечность который над нашей реальностью и он может туда уйти вообще говоря кроме того это конкрет это этот портал это конкретное освещение его можно объяснить только тому кто его пережил сам ну и дальше про ценности развития тут пакете идет превращение ресурсов бесконечное игра вин-вин когда выигрывают все туда и светлое будущее у тех кто так мыслит и свободное развитие всех участников а вот другая стратегия ориентированность на выживание на ценности выживания она автоматически ведется к следующим последствиям возникает война всех против всех за общий ресурс поскольку ресурс ограничен возникает пищевая цепочка где наверху паразиты или хищники возникает мафия где действуют суровые правила не похоже всегда считается врагом его хотят уничтожить бог если он есть он жесток ибо тоже хочет ресурсов мало ну и наконец это все описывается как игра с противоположными интересами и того несколько таких интересов которые рассыпаны по тексту но очень важны у империи всегда было понятие высшего блага например было понятие беспредельного у чингисхана у сша конституции за конституцией стоит бог который даровал права человека человеку и так далее левиафан гопса оказывается высшим благом по сравнению с войны всех против всех ну и цивилизация всегда дерзся за трансцендентная это просто определение цивилизации мои сомнения что неужели можно в одну клетку сажать Чингисхана и сша неужели можно в одну клетку сажать пищевую цепочку и мафию этот буквально в одну клетку можно сажать империю и трансцендентное и все это высшее благо это меня глжит сомнения поэтому я сразу перейду к позитивной повестке и буду рассказывать со своей точки зрения. Ну, вы уже знаете, наверное, кто меня смотрел, что у меня ключевым понятием являются уровни поля внимания. Я считаю, что у человека, который мыслит, а также у групп, а также у всяких систем человекообразных, человекоподобных, есть 80 состояний. И в каждом состоянии они мыслят по-разному. Чем определяется тип мышления? Тем, что хранит поле внимания. Если поле внимания держит один объект, будет первый уровень. Соответствующие свойства у него можно проследить. Если много объектов, это будет второй уровень. Один процесс, много процессов, одна карта, много карт, одна система, много систем. Причем мне удается проследить вот эту вот лесенку из восьми ступенек в мышлении, в сознании, в поведении, а также в эпохах, в возрастах ребенка, взятых, конечно, в среднем, но тем не менее. Все это там прослеживается. И само мышление тоже прослеживается и как бы его операции, его категории, и его вопросы. Например, вопрос что, где, когда, это первый, второй, третий уровень. Ну и так далее. Если взять историю, то история прямо ложится на эти уровни, можно считать, что первая эпоха охотники, это первый уровень, аграрное общество второй уровень, античность третья, средневековая четвертая, потом пятая, шестая, седьмая, и сейчас мы на восьмой эпохе находимся. И в каждой эпохе политический класс состоит из двух групп, которые мыслят на двух соседних уровнях. Например, эпоха пятого уровня возрождения, это буржуазия пятого уровня, духовенство четвертого. Ну и так далее. А экономический эвакуация состоит из трех уровней, из трех групп, где первые два – это политическая власть, а третий уровень – экономическая основа данного способа производства. Вот. Спрашивается, отчего такая мощь классификации, почему вот это вот все можно было загнать в восемь уровней? Отвечаю. Потому что человек мыслит вот такими иерархиями. Существуют постоянные позиции в обществе, которые человек занимает на всю жизнь. Кто-то всегда потребляет чужие знания, чужие приказы. Кто-то их распространяет, и кто-то их выдумывает. И кроме того, еще есть трагедии странников, которые путешествуют, а также есть инвайдер и аутсайдер, но они редко встречаются. Так вот, два типа иерархии. Первый тип армия, солдат, офицер, генерал. И второй тип, это наука, студент, преподаватель и автор учебника. Это шесть ниш, шесть позиций. И вот те люди, которые работают в этих нишах, они вынуждены подстраивать свое мышление, свою оптику под эти шесть уровней. А также странники первого, седьмой и восьмой, еще дают два уровня, и получается восемь типов мировоззрений. Если посмотреть с этой точки зрения, то становится более-менее ясно, что, во-первых, существует такой принцип потолка. Если человек сам не поднимается выше уровня Х, третьего, четвертого, или пятого, то все, что выше, для него склеивается в один единственный феномен. Этот феномен можно не признавать, что он не существует, а можно признать, что это нечто высшее, и назвать это порталом. Там есть портал, который уходит в бесконечность, он выше, чем все, что могут обычные люди. Если человек признает портал, то есть надежда, что он туда проберется и там начнет работать. Если он не признает, то тогда у него этот потолок его держит, никакой надежды нет. Но сам этот потолок может оказаться на разной высоте. Если он оказывается на уровне два, то тогда нормой является свой-чужой, второй уровень. Чужой всегда враг, непохожий всегда враг. Если он оканчивается на уровне три, то тогда сильно проедает слабого и возникает пищевая цепочка. Если он оказывается на уровне четыре, то там начинаются правила. И мафия действует по правилам, то есть на уровне четыре. Но можно вообще любой уровень объявить крышкой, можно пятый, можно шестой, даже можно седьмой. И мне лично понятно, что невозможно заниматься философией и психологией, не владея уровнями шесть, семь и восемь. И для людей, которые не занимаются этим, это будет нечто бесконечное. И те, которые там сидят, они будут как бы внутри портала, но портал этот будет невидим. А для тех, кто сидит, видим. Есть еще две смежные картинки, позволяющие взглянуть на это чуть шире. Одна картинка говорит, что гражданская позиция определяется не одиночным уровнем, а четверкой уровней. Причем народ, это уровни две группы. Малообразованный один, четыре, и более образованный два, три, четыре, пять. Если первые просто сидят у телевизора и все повторяют, то вторые, в общем, ведут себя как информисты и могут организовать семейный бизнес, вот, и проявлять какую-то инициативу, но это все еще народ. А вот элита или образованное сословие начинается вот с этих четверок. Три, четыре, пять, шесть, белые воротнички, четыре, пять, шесть, семь, такие художники, изобретатели. Пять, семь, восемь, это то, что делаю я. Еще есть две группы. Одна группа два, четыре, шесть, восемь, которая всегда соблюдает правила и всегда ведет себя прилично. Одна группа гопники, например, Трамп, а также Путин, а также Гитлер. И вот эта группа ведет себя неприлично, она нарушает все правила. Один, три, пять, семь. Вот с этой точки зрения, народ, который не поднимается выше пятого уровня, должен понимать, что там что-то есть и вот это что-то можно назвать порталом. Но этот портал это тоже не единое целое, а вот такой разный. И страна развивается хорошо, если хорошая элита умеет договориться между собой и потом договориться с народом. Если она не умеет договориться между собой, то плохая элита в связи с народом начинает ее давить, как произошло в России. Еще одна таблица, похожая, но не совпадающая, говорит о том, что у нас есть идеальные формы восьми слоев. Философия восьмой, искусство седьмой, наука шестой, технологии пятой. А дальше идет то, что мы накапливаем в виде опыта. Так вот, тот пример, который приводит Олег Хомяк, что от него заказчик требует приемов, технологий, ну да, требует. А Олег Хомяк, как специалист психолог, пытается втюхать ему науку и философию шестого и восьмого слоя продукты. Ну, тому не нравится, он хочет пятого уровня. Ни в чем плохом его заказчика не характеризует это как плохое, просто означает, что у него есть свои потребности, и ничего плохого в технологиях нет. Другое дело, что наука искусств и философия это вот тот самый портал, который выше технологий. Ну, что могу сказать? Хорошо, про это трансцендентное поговорили, но в общем тех понятий, мне кажется, недостаточно. Если, дорогие господа, у вас есть желание высказаться прямо мне в лицо, что вы со мной не согласны, или спросить у меня, что это значит то или другое, приглашаю вас сегодня на вебинар. Сегодня понедельник, в 22 по Москве, 21 по Киеву, 21 по Тель-Авиву будет мой вебинар, где я отвечу на все вопросы. Я скажу много нового и интересного. Ну, вот и все на сегодня. До новых встреч.